Вопросы развития Арктики. Глава региона принял участие в заседании Госсовета в Архангельске. В рамках большой встречи Игорь Кушин поднял серьезный вопрос, который касается развития Ненецкого округа. На прямой связи 31 мая в эфире Радио Наринмарафэм на вопросы жителей ответит губернатор Ненецкого округа. С главными событиями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Сегодня в Архангельске прошло заседание Президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В ходе заседания, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Орогозина, обсудили в частности ход реализации проектов «Белкомор» и «Глобоководный район Архангельского морского порта», а также развития Северного морского пути. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, главы арктических субъектов России, представители бизнеса и научных организаций. Наш округ представил глава региона Игорь Кошин. Он поднял вопрос о требованиях Роспотребнадзора к строительству новых учреждений образования и здравоохранения. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами. Участие в брифинге приняла и руководитель Департамента образования Ненецкого округа Галина Медведева. Если соблюдать сегодняшние санпины, строительство каждого детского сада выливается на Крайнем Севере с учетом неразвитости транспортной инфраструктуры в сотни миллионов рублей. Сегодня норма 2,5 квадрата на ребенка. А в той вот сегодняшней переполняемости кабинетов, если сделать, например, 2 квадрата, как когда-то были санпины, вернуться, то на эту же площадь можно, так скажем, посадить чуть большее количество детей. Ну, 60 квадратов на 2,5 или 2, да? То есть до 30 человек. Вторая проблема, наверное, вот сегодня у нас есть предписание, что у нас в старых, особенно в детских садах, на селе нет водоотведения, водоподведения. То есть холодная должна быть горячая вода, по санпинам должны стоять унитазы. И в детских садах, в старших группах. Проблема не только водоподведения и отведения, даже если мы ее подведем, должны быть септики. Сталкиваясь с другой проблемой, септики нужно вот куда-то вывозить. Мы сегодня не имеем, да, полигонов для вывоза. Поэтому, считает глава региона Игорь Кошин, для различных климатических поясов должны быть разные санпины. По факту, получается, у нас очень интересные вещи. Санпин для Москвы, для Каратайки или Буэшкары, они абсолютно одинаковые. Нормы учебных кабинетов абсолютно одинаковые. Нормы врачебных помещений точно так же абсолютно одинаковые. Понятно, что детский садик, скажем так, на большой земле и детский садик в условиях заполярья – две принципиально разные вещи. Безусловно, условия для жизни должны быть созданы и в Москве, и в Наринмане, и в Каратайке на определенном уровне. Но у нас какой выбор? Либо строить детский садик, либо у нас просто не будет возможности его построить, потому что, соблюдая те сегодняшние нормы санпины, строительство выливается в сотни миллионов рублей. По словам Игоря Кошина, с этой проблемой сталкивается не только Ненецкий округ, но и все северные регионы страны. Глава региона Игорь Кошин в Архангельске встретился с председателем Архангельского областного собрания депутатов Виктором Новожиловым. Они обсудили совместные проекты, реализуемые на территории двух субъектов. Речь на встрече шла о перспективах завершения строительства автодороги Наринмар-Усинский и мерах, необходимых для увеличения грузооборота Наринмарского и Архангельского морских торговых портов. 31 мая в прямом эфире радиостанции Наринмар-ФМ Игорь Кошин ответит на вопросы жителей округа. Глава региона расскажет о приоритетах социальной политики и непростых решениях в условиях дефицитного бюджета, точках роста и проблемных вопросах округа. Вопросы будут приниматься в ходе самой прямой линии. Она начнется в 11 часов 31 мая на радио Наринмар-ФМ. В прошлый раз глава региона отвечал на вопросы жителей 17 февраля. Тогда в течение часа Игорь Кошин ответил на 18 вопросов, поступивших в прямой эфир. Жители региона волновали проблемные вопросы, связанные с трудоустройством, расселение из ветхого и аварийного жилья, строительство новых социальных объектов, жилье для сирот и другие. Звонки поступали из Наринмара, Оксина и Нельминоноса. Региональное отделение «Единой России» обнародовало официальные итоги предварительного голосования. Наибольшее доверие граждане региона выразили депутатам окружного собрания. В Ненецком округе подвели итоги праймерис. Напомню, предварительное голосование организованной партии «Единая Россия» прошло по всей России в воскресенье. Граждане страны определили наиболее предпочтительных для них кандидатов на всех уровнях – муниципальном, региональном и федеральном. По всей стране было организовано около 20 тысяч избирательных участков. Из них 12 – в Ненецком округе. 2317 человек. Столько жителей региона пришло на избирательные участки в день предварительного голосования. Из них проголосовало 2303. 14 бюллетеней счетная комиссия признала недействительными. Голоса распределили следующим образом. Бурдикова Екатерина Викторовна – 183 голоса. Коткин Сергей Николаевич – 1021 голос. Курленко Анатолий Григорьевич – 396 голосов. Медведеву Галину Брониславовну поддержало 512 человек. Свиридова Максима Валентиновича – 149 человек. За Симко Евгения Владимировича проголосовало 129. И Матвею Михайловичу Чупрову отдали свои голоса 771 человек. Наибольшее доверие и, соответственно, максимальное количество голосов жителей региона отдали секретарю Ненецкого регионального отделения партии, депутату окружного парламента Сергею Коткину. Теперь, согласно партийной процедуре, результаты предварительного народного голосования отправят в Федеральный центр «Единой России». А на партийном съезде, который состоится 24-25 мая в Москве, станет известно, как Сергей Коткин пойдет на думские выборы по одномандатному округу или по партийным спискам. Однозначно я бы хотел победить в конкурентной борьбе, то есть пойти по одномандатным избирательным округам одномандатникам. Я всегда по жизни этого придерживался, и вот из трех созывов, которые работают в окружном собрании депутатов, дважды я шел именно по одномандатному избирательному округу по нашей западной части. Почему? Потому что, на мой взгляд, это принципиально. Жители сами должны определять, кто будет их представлять интересы на самом различном уровне. То ли это органы местного самоуправления, то ли это органы государственной власти, субъектов Российской Федерации, или даже высшим законодательным органам нашего государства российского. Но мы не можем сейчас сказать, какое решение у нас примет съезд. Мы партия власти. Какое решение примет, такому решению, безусловно, я подчинись. Так или иначе, но в федеральные партийные списки кандидат от Нинецкого округа попадет в любом случае. По словам заместителя секретаря регионального отделения партии Александра Шубина, на съезде партии будут сформированы региональные группы, в которые войдет один человек из состава участников предварительного голосования в Нинецком округе. Принципиальные решения по жизненно важным вопросам депутаты окружного парламента провели заседание очередной сессии. В повестку дня включили 43 вопроса, каждый из которых имеет равную значимость. Они касаются и социальной жизни граждан региона, урегулирования земельных отношений, оказания бесплатной юридической помощи и прочее. По традиции, трансляция сессии шла в режиме онлайн. Такой формат предлагает всем жителям округа в режиме реального времени следить за принятием решений. Один из социально значимых вопросов сессии – изменения в закон о здравоохранении в Нинецком округе. Все поправки прошли через общественное обсуждение. Одно из весомых изменений – реализация жилищной политики для работников здравоохранения. Мы говорим не только о медсестре, а мы говорим о том, что право за найм, компенсация за найм у нас в округе будут получать и так называемый младший персонал, без которого всю систему здравоохранения трудно себе представить. Но вводится и серьезное такое ужесточение. Для того, чтобы медицинская сестра у нас получила данную льготу, необходимо проживать на территории Нинецкого автономного округа 15 лет. На наш взгляд, это очень важно с тем, чтобы закрепить именно кадры, которые, например, получили образование на базе социально-гуманитарного колледжа, видимо, сестер, и будут получать данную льготу. Хочется сказать, что если в предыдущем законопроекте региональном 10 лет работник мог получать оплату за жилищный найм, то сейчас эта сумма сокращена до 5 лет. Предполагается, что при поддержке заработной платы медицине, собственно говоря, перед работником стоит уже задача использовать, например, очень хорошую беспрецедентную 5-процентную ипотеку. Далее депутаты обсудили вопрос о квотировании мест для приема на работу инвалидов в Нинецком округе. Законопроект предлагает работодателям, среднесписочная численность которых составляет более 50 человек, выделять рабочие места для приема на работу ли с ограниченными возможностями. По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинецкого округа, в 2015 году Центром занятости населения трудоустроено 17 граждан с ограниченными возможностями здоровья. На учете в Центре занятости состоят еще 28 человек, 5 из которых проживают в сельских поселениях. Эта категория достаточно широкая, у нас представлена и в регионе в том числе, и поэтому сюда подпадают инвалиды первой, второй, третьей группы. Самое главное, чтобы не было противопоказаний врачей. А все остальное – это уже механизм реализации. Поэтому я полагаю, что у нас состоялось правильное решение. Мы создаем рабочую группу. Сейчас было первое чтение, поэтому мы продолжим работу над законопроектом, потому что самое главное, чтобы эта норма была реализована. Реализованы в Нинецком округе будут и другие изменения, внесенные в региональные законы, в частности, в закон о регулировании земельных отношений. Этот документ предусматривает возможность высшему должностному лицу региона без проведения торгов предоставлять земельный участок юридическим лицам под строительство объектов социального, культурного, бытового или коммунального назначения. В том числе предусмотрено строительство многоквартирных или индивидуальных домов, если жилые помещения в них будут предоставляться гражданам, потерявшим свое жилье в результате чрезвычайной ситуации. Сегодняшний законопроект расширяет права губернатора при выделении земельного участка под жилищное строительство. Так вот, сегодняшний законопроект, он несколько расширяет права высшего должностного лица и дает ему возможность предоставлять такие земельные участки, если многоквартирный дом, который будет построен, 60% жилых помещений в нем будут предоставляться для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Очень хорошая идея законопроекта. Конечно, там возникает ряд вопросов о механизме такой передачи жилья, сколько будет стоить такое жилье для округа, каким образом вообще будет приобретаться это жилье, и ряд вопросов, связанных с наличием или отсутствием инфраструктуры на этом земельном участке. Но я уверен, что соответствующие профильные департаменты нашей администрации смогут выработать такие подзаконные нормативные акты, которые эти вопросы урегулируют. Эта сессия стала решающей и для устава Нейнского округа. Он принял сразу несколько изменений. Все поправки выработаны по результатам круглого стола. 20 лет уставу Нейнского округа, основному закону арктического региона, «Опыт проблемы и перспективы», который прошел в октябре прошлого года. Во-первых, мы отразили четко вхождение округа в арктическую зону Российской Федерации и решили, что в уставе должно быть записано, что все вопросы, которые касаются округа, должны решаться в соответствии с тем, что округ полностью вошел в арктическую зону, таким образом, как бы за собой зарегистрировали место в той программе Российской Федерации по развитию арктической зоны. Таким образом, мы так зарезервировали за собой там место. Вы знаете, мы первый, наверное, регион, который от упоминания об арктической зоне внес свой устав. Кроме того, устанавливается положение о том, что депутаты окружного собрания приносят на первом заседании торжественную присягу. С такой инициативы выступил глава региона Игорь Кошин. Порядок принесения присяги, а также ее текст, предлагается установить в законе округа о статусе депутатов собрания депутатов Ненецкого округа. Мария Владимирова, Ирина Цепетова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Собрание депутатов Ненецкого округа единогласно приняло изменения в закон о бесплатной юридической помощи в НАО. Как сообщила на сессии представитель губернатора в собрании Наталья Сидорова, документом расширен перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи жителям региона. Теперь население Ненецкого округа вправе рассчитывать на дополнительные юридические услуги, предоставляемые Госбюро Ненецкого округа. Представленным законопроектом предлагается включить в перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи в виде представления в судах органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, а также в виде правового консультирования в устной и письменной форме граждан следующие случаи. Назначение перерасчет взыскания страховых пенсий по старости, пенсии по инвалидности по случаю потери кормильца, а также пособие по временной нетроспособности, беременности и родам, безработице. Кроме того, предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, лишение родительских прав, восстановление в родительских правах и установление фактов, имеющих юридическое значение, необходимых для дальнейшего оказания бесплатной юридической помощи. При этом увеличение штатной численности Госбюро не планируется. По данным аппарата администрации Ненецкого округа, в 2015 году в Госбюро поступило более 1 тысячи обращений граждан, что на 138 больше, чем в 2014 году. Жителям, преимущественно проживающим в сельских населенных пунктах, была оказана бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования, составления документов правового характера, представительства интересов в судах либо в государственных и муниципальных органах. Сегодня в России отмечают День славянской письменности и культуры. В этот день вспоминают православных святых, составителей азбуки Кирилла и Мефодия. Сегодня в России отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник установлен в честь православных святых, составителей азбуки Кирилла и Мефодия. Они разработали славянскую азбуку, перевели из греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, а также, опираясь на глубокие знания греческой и восточной культур и обобщив имеющийся опыт славянского письма, предложили славянам свой алфавит. В честь святых в этот день по всей стране прошел масштабный всероссийский концерт. К нему присоединились сотни городов от Владивостока до Калининграда. Стороней не остался и Наринмар. Христос, Резурре, Синь, Те мордуис. Орден, 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 Орден. Более двух тысяч исполнителей, большая часть из которых дети, открыли грандиозный концерт на Красной площади в Москве. Торжества начались во всех уголках нашей необъятной Родины ровно в 13 часов. В Наринмаре в концертном зале Дворца культуры Арктика почти не осталось свободных мест. Большая часть зрителей – это ученики младших классов. Ведь тема театрализованной постановки им наиболее близка. Путешествие в азбуку, но не простую, а старинную кириллицу. Азбуки, букашки, рыдик, таракашки, глаголь, крючки, добро, ящички. Именно так еще чуть более века назад шкалеры пытались запомнить произношение и написание букв. Ведь их названия не ограничивались парой звуков, а несли глубокий смысл, который называют основные понятия жизни славян. И хоть за основу был взят греческий алфавит, основные названия букв были придуманы специально для языка славян. В IX веке братья Кирилл Философ и Мефодий Иссалуни по приказу византийского императора Михаила III упорядочили письменность для старославянского языка. Впоследствии братья были причислены к лику святых. А день почитания этих святых, равноапостольных, 24 мая, стал уникальным. Этот праздник, он единственный в России церковно-государственный праздник, и мы говорим сегодня об азбуке, о письменности. Вспоминаем Кирилла и Мефодия, славянских просветителей. Без своей письменности у славянских народов не было бы ни древнейших письм, ни произведений великих литературных классиков и истории. Ведь о событиях прошлого мы знаем по старинным документам или летописям. Самое главное в жизни человека – это вера. Вот эту веру вместить в простые, но безмерно глубокие слова и послали святые, равноапостольные братья Кирилл и Мефодий к славянскому миру. И наши предки восприяли это духовное богатство. И наши предки сделали его своим. Создатели славянской письменности в праздничный день почтили и в Ненецкой центральной библиотеке имени Печкова. Фольклорные посиделки «Жемчужное слово русского севера» посвящены создателям азбуки, а также северной сказительнице Марфе Крюковой. Ведь без письменности её былиные песни не смогли бы дойти до нас.